Берете мяч и начинаете жонглировать. Жонглируем следующим образом. Мяч подбросили, отскок, удар правая, отскок, удар левая. Отскок, удар правая, отскок, удар левая. Всем понятно? Эти девчонки готовы дать форум на поле любому мальчишке. Ведь они и сами отлично знают правила офсайда, что такое фолл и как забить в девятку. Тимур Амиров уже второй год работает в футбольной школе «Сигнал». По мнению тренера, девочки имеют отличные шансы зарекомендовать себя в сильной команде и построить великолепную карьеру. У девочек больше перспектив, чем у мальчиков. Попасть куда-то в Москву, играть в хороших командах. Потому что именно школа «Сигнал», как я знаю, выпустила уже трех девочек. Валерия Безнякова играет в ЦСКА и в сборной России. Также Маргарита Манулова тоже самое. Сейчас уехала пятого года. Юлия Чехвата играет тоже в Москве. В первый год существования женской команды на секцию ходило только шесть девчонок. Сейчас популярность значительно выросла и состав набирается уже на две полноценные команды. Тренировки у девчонок проходят четыре раза в неделю. Три из которых нацелены на отработку определенных упражнений, а еще одна посвящена игровой практике. Я смотрела всегда на своего брата игры. Мне тоже захотелось футболом заниматься. Мне понравилось. Я начала ходить с трех лет. Мне понравилось, как играют мальчики в футбол. Мне тоже захотелось поиграть в футбол. И мы нашли футбол девчачий. Всего в Академии занимаются две группы девчонок. Сейчас младшая команда готовится к турниру детской футбольной лиги «Большие звезды светят малым». Соревнования пройдут в Челябинске с 5 по 7 мая.